Спасибо. Я создатель приложения Mewile. Наша команда развивает его с 2014 года. Начать бы мне хотелось все же не с нашего приложения, а с такой немного более глобальной картины, вообще с наших размышлений, почему гиперлокальные, почему локальные приложения именно сегодня востребованы, что послужило причиной и в целом к чему все это будет вести. Я вообще очень-очень счастливый человек, я застал время, когда интернет, ну в принципе, только-только начинал появляться. Когда начинали появляться первые мессенджеры, когда появился ICQ, когда появился Квип, это было уже очень-очень давно. Но это было чудесное время, можно было прям сидишь, общаться с абсолютно неизвестными, с абсолютно новыми людьми, можно было знакомиться каждый вечер. Это могли быть люди из своего города, это могли быть люди из другой страны, вообще из Америки. В общем, было-было очень-очень круто. И все это формировало такую вот некую глобальную деревню. То есть такая вот глобализация, когда оказалось, что весь мир, он вот объединен интернетом. Например, социальные сети, это по-прежнему было все очень-очень сильно захватывающе. Появились какие-то интересные группы, паблики. В какой-то момент информации стало настолько много, что люди уже начали от нее уставать. Люди перестали ее воспринимать. Этот интерес к глобальному миру, к глобальной повестке, он начал потихонечку угасать. И почему так происходит? По одной простой причине. Большинство той информации, которую мы сегодня потребляем, большинство новостей, большинство всех этих картинок в чудесных социальных сетях, они на нас так или иначе не влияют. То есть у нас есть некая религиозия того, что мы обалденно информированы про то, что происходит в мире, про то, что происходит в Америке, про то, что происходит в Сирии, даже на Украине. Но тем не менее, вся эта информация на нас не сильно влияет. Мы ее воспринимаем, но как бы она есть и есть, и бог с ней. И, соответственно, рано или поздно возникает вопрос, а что же в итоге влияет на меня? На что я могу в свою очередь влиять? И вот рано или поздно приходим к таким вопросам, очень-очень простым, очень-очень повседневным. Утром человек встает, какая на улице погода, что ему одеть, надо ли ему брать зонтик. Он выходит, едет на работу, стоит на остановке, думает, почему не приходит мой трамвай. Он в пробке, он загорелся и в ДТП попал. Потом думает, окей, хорошо, поеду на метро. А сейчас в метро доходит или там опять какой-то затык, и просто будет не потолкнуться, может лучше пешочком зайти. Он добирается наконец-то до работы, начинается объединенный перерыв, у него возникает вопрос, где мне сегодня поесть? Где самая выгодная скидка на кофе? Да, где самые вкусные бизнес-сладщики? Да, возможно, не знаю, приехал какой-нибудь фургончик с едой, и именно сейчас он стоит под окном, и именно сейчас надо к нему подойти и купить. Зимой, да, извечный вопрос. Когда же, наконец-то, в нашем доме, именно в нашем доме дадут тепло? Почему отключили свет? Когда его включат? Возникает пожар, да, почему там загорелось? Что загорелось? Когда же приедут тушить? И так далее. То есть это на самом деле очень такие повседневные вопросы, очень локальные вопросы, но именно эти вопросы и определяют наши повседневные решения, наше повседневное поведение. Ключевой вопрос, который задает человек сегодня, это что происходит здесь и сейчас? Что на меня повлияет? Теперь я бы хотел, опять же, очень-очень абстрактно к этому вопросу подойти немножко с другой стороны. Если мы посмотрим на развитие технологий, средств массовой информации, то очень сложно не заметить, что перед тем, как появляется то или иное средство массовой информации, ему всегда предшествует некая технология. То есть появление газет никогда было бы невозможно без появления печарного стыночка, появление радиовещания, радиоэфира никогда бы не было возможно без появления, без открытия радиоволны. И сейчас мы ждем, опять же, в абсолютно обладаемом времени, когда появляются носимые девайсы, когда процент людей, которые выходят уже в интернет с мобильных телефонов, начинают превалировать на теме, кто выходит через персональные компьютеры. И так или иначе, технологии влияют на потребляемый контент, влияют на формат этого контента. И, соответственно, мы видим, что вместе с технологиями эволюционирует контент. В частности, впервые в истории контент наконец-то научился подстраиваться под контекст. Что это значит? Если вы, например, раньше читали журнал, газету, да, неважно, где вы ее читаете, вы ее читаете дома, вы ее читаете на работе, контент этой газеты, он никак не будет отражать ваш локальный контекст. Он всегда будет одним и тем же. Да, с мобильными девайсами наконец-то картина меняется, наконец-то есть технические возможности для того, чтобы контент наконец-то смог подстраиваться под то, что происходит вокруг вас. Вот, соответственно, мы имеем два таких глобальных тренда. С одной стороны, у людей происходит осознание того, что именно локальная и гиперлокальная информация влияет на них, да, а не какие-то там глобальные. С другой стороны, наконец-то появляются технические возможности для того, чтобы этот локальный контент правильно донести до пользователя. Вот. На тот момент, когда мы создавали один вайл в России чего-то похожего не было, да, в каком-то таком адекватном виде. И, в принципе, потом еще долгое время не существовало ничего такого, что могло бы адекватно удовлетворить этот запрос на локальную информацию, совместить поставщиков локального контента с потребителями. Собственно, это была и наша идея сделать такое вот приложение, такое место, где бы спрос и приложение на локальный контент всегда находили. И наша задача, если так совсем глобально брать, в том, чтобы объединить весь доступный локальный контент в одном месте и потом на основе логаритмов, геолокационных алгоритмов этот контент уже распределить дальше по пользователям, да, то есть, чтобы человек получил ту информацию, которая его волнует именно здесь и сейчас. Все это устроено в целом, как любая другая социальная сеть. Есть как бы две основные функции рассказывать, узнавать и обсуждать. Но, тем не менее, наш функционал имеет ряд особенностей, о которых я сейчас подробнее чуть-чуть расскажу. Проблема, с которой сталкивается практически любой пользователь социальной сети. Ты регистрируешься там, ты заходишь туда, и твои посты никто не считает. Тебе нужна аудитория. Ты начинаешь как-то судорожно набирать подписчиков, делать в каких-то других своих социальных профилях перекрестные ссылки. Вот. У нас этой проблемы нет. У нас нет друзей, у нас нет подписок, у нас нет групп. Вы постите, ваш контент тут же видит аудитория, которая расположена вокруг вас. Да, то есть, вы сразу получаете тех людей, которым ваша информация интересна. То есть, это немножко облегчает вход в приложение для новых пользователей. Вот. Вторая функция узнавать. Опять же, аналогично вам не надо долго искать, на каком не поспитаться, кто мне интересен. Мы очень сильно работаем над алгоритмами, которые вы автоматизировали, вам выдавали нужную информацию. Как это происходит, похоже. Опять же, с обсуждениями, это вот, да, ребята из Новщата то, что вы рассказывали, обсуждения, это очень-очень важная тема, это то, что действительно формирует сообщество. Но мы считаем, что просто так людям добавить платформу для обсуждения, обсуждайте хоть что-нибудь, очень-очень сложно. Людям всегда нужен стимул, им нужен тлачок. И таким тлачком как раз служат посты. То есть, пост это такая исходная точка, от которой уже формируется дальше обсуждение. Вот. Вот стикеры есть, интересно, если кому-то другу надо. Те алгоритмы, которые мы сегодня имеем, они позволяют опровещать весь город. Они позволяют таргетировать информацию на жителей конкретных улиц, на жителей домов. Это может быть... До квартиры еще не дошли, но скоро дойдем. Да, ну в принципе, то есть, радиус таргетирования сообщения, он от одного метра до бесконечности. То есть, вы всегда имеете возможность найти ту аудиторию, которая вам будет нужна. Вот. Сегодня мы работаем уже с департаментом транспорта, с НЭИ, с различными парками, с рядом коммерческих организаций. То есть, мы видим, на самом деле, что запрос на локальную информацию на ее распространение и потребление, он действительно существует. Вот. И мы очень-очень надеемся, что вот эта парадигма глобальной деревни, которая была до этого, на которой развивались до этого все социальные сети, рано или поздно сменится парадигма локального космоса, когда придет такое глобальное осознание того, что важно действительно то, что происходит рядом со мной прямо сейчас. И именно это и определяет меня. Спасибо за внимание. А куда, откуда посты берутся? Из соцсетей других? Смотрите, во-первых, посты делают сами пользователи. То есть, это работает в целом, как любая другая социальная сеть. Различаются только критерии, по которым контент дальше уходит. То есть, делают сами пользователи. Во-вторых, это различные городские институции. То есть, например, у нас есть департамент транспорта. Вот, где-то будет пример с этим. Департамент транспорта через нас обещает о дорожных ситуациях. Да, автоматизирован. То есть, когда закрывается метро, вы об этом знаете. Если вы сейчас откроете приложение, там, например, будет информация про то, что сокольническую ветку перекрывают на улице кольца. Модератор, разумеется, сидит и модерирует. То есть, там бывает разного типа контента, в том числе не совсем приемлемо. Подробнее. Есть некая админочка, где модератор видит абсолютно все посты, которые туда попадают. И в зависимости от количества жалоб он может реагировать на те или иные посты. То есть, они публикуются? Уже публикуются? Да, они публикуются. Не на входном, а уже где-то... Смотрите, посты публикуются сначала без модерации. Любой человек, который хочет, у которого есть время, желание, он может публиковать пост. Нет, речь о партнерах. О партнерке ли? Нет, ну если это агрегатор, вот из этих сетей оно автоматом попадает? Нет, партнеров мы подключаем все отручную. Каждого отдельного партнера мы подключаем. Нет, вы подключили, а дальше то, что они публикуют, оно идет автоматом? Да. То есть, их вы уже не модерируете? Ну если что-то подходит, то... Нет, ну то есть, урезать только можете, а так оно идет само. Да. А почему, скажем, не агрегировать те же самые соцсети по локализации? Потому что тот контент, который публикуется в социальных сетях, он обычно личностный. То есть, люди постят там, я прямо сейчас в парке, да, я кушаю полочку. Но он именно здесь, вроде как по вашей логике как раз это и есть инфобукционный полочек. Он не всегда интересен на всем остальным. Не, ну как, если я в социальной сети... То есть, смотрите, разница очень проста. Если, например, Тимати жарит бургеры на Арбату, да, Тимати единая личность, это вызывает всеобщее внимание, да, если там непонятно какой человек, которого никто не знает, напишет, ой, смотри, бургеры жарю у себя в квартире, ну как жаришь, жаришь, бог с тобой. То есть, все зависит от того, чем отличается, если я то же самое запущу в вашей сети? Резонансом, который оказывает на других. То есть, ваш пост должен быть кому-то еще интересен, кроме вас самих. Чем мой пост будет отличаться от того, я размещу его в вашей сети или в Фейсбуке, скажем, или ВКонтакте? У нас, скорее всего, не придет модерацию. А, то есть, получается, что каждый, кто постит, сначала модерируется? Нет, модерируется потом, после публикации. Нет, ваш пост могут удалить после того, то есть, вы просто боитесь, что придется слишком много удалять? Нет, мы не то, что боимся, у нас есть фонтизированный механизм модерации. Нет, просто мне показалось логичным вот в вашей логике, которую вы изложили, чтобы можно было вообще каким самым загребать все, что касается данной локации. Ну, просто не все, что касается данной локации, интересно еще кому-то, кроме непосредственно... непосредственно... Можно я свои лично на месте поделюсь? Ну, я живу в каком-то комплексе, у меня есть название, и у меня есть забава, я раз в полгода в Инстаграме, в Фейсбуке смотрю весь контент, который тегирован названием комплекса. И у меня там голые женщины, которые где-то тут живут, пьянки, еще раз, ну, это вот примеры очень личного контента, который, с одной стороны, геотегирован, с другой стороны, ну, он, он не для меня был сделан, а для друзей, которые... Да, то куча народа с удовольствием посмотрела. Ну, не ладно, локации, это универсалист, искренний тысячный пример, все вы посмотрели, ну, просто как люди выпивают соседей на кухне, но мне было интересно посмотреть интерьер, ну, потому что там новый дом, ну, 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 что, неужели неинтересно зоопарк своего комплекса на фоне пьянки, верно, очень специфический... Допустим, я не хочу про вот женщины, и я хочу про путешественные события в этом районе. Я думаю, могу я поставить галочки, что вот это я хочу смотреть? Нет, нет, мы исходим из того, что потенциально любой, сейчас будет снова возражение, потому что потенциально любой локальный контент, он будет интересен всем. То есть, самый такой простой пример, в парке проходит спортивный фестиваль, да, вы беременная женщина, вам, скорее всего, туда идти на прогулку сейчас не надо идти. Данная информация для вас будет важна, да, как раз именно потому, что туда не надо идти. А если вы, наоборот, школьник, который увлекается спортом, для вас это будет, наоборот, информация о том, что туда надо идти. Да, то есть, любой локальный контент, он... Чаще всего, это не лично какая-то такая глобальная районная информация, да? Это информация, которая должна быть интересной еще как-то кроме вас. Ну да, зато если кто-то снял, как он пьет там пиво, то сразу понятно, что туда идти надо или наоборот не надо, в зависимости от интереса. К примеру, я так понимаю, что самое простое, опять же, если утрировать и, грубо говоря, повесить пост «Я в красных труселях ходу по набережной», это личностный контент. А если написать, что на набережной проходит парад красных труселей, то это общая информация, вот и все, и как бы все придут смотреть парад, но никто не пойдет смотреть тебя. То есть, в целом встрече как раз как из онлайна выходит по парламенту. собрать компанию, например, вот я хочу пойти в парк между компанией, то вот разделе обсуждение, что происходит? Да, вот у нас как раз были тоже такие очень-очень светлые истории. Эти истории были сказаны с велосипедами. Люди искали себя компанию на то, чтобы приехать куда-то покататься. То есть, человек едет пост, я вот с велосипедом, ай да, кататься. И набирает себя компанию из тех, кто там ведет этот пост, из тех, кто хочет, и они вместе идут кататься. В принципе, да, можно. Такую механику тоже сделать. Но если там нет авторизации, значит, коммуникация... Авторизация есть по социальным себя или по номеру телефона. А, то есть, вначале то, что было сказано, что не обязательно регистрироваться, это... Нет, речь шла о том, что... Сейфу, да. Речь шла о том, что вам не надо заводить друзей, заводить подписки, продвигать... А, регистрироваться все-таки надо? Ну, конечно. А, я тоже, так сказать, обрадую. Можно вопрос? А можно, допустим, указать интересы у человека, да, я не знаю, там, где-то шопинг интересует, и будет публиковаться, соответственно, ваши партнеры, какие-то торговые, не знаю, центры или магазины, и они будут именно тебе кидать этот контент. То есть, он будет у тебя разгрызаться, а у других нет. Допустим, раствор даже... Нет, такого нет, опять же, у нас нет каких-то категорий. Во-первых, это усложнило бы процесс публикации постов, да, пост надо как-то дегировать. Ну, это был промысловом деле. Не, скорее всего. Нет. Нет? Нет. Ну, ладно. И плюс, очень часто со всеми категориями возникает пример, в какую категорию это занести. То есть, например, марш несогласных, это что? Это политический марш, да, это марш преступников, это что? ну, психотерапия. Да, психотерапия, да, политика, что ли? А бизнес интерес в чем? Это, судя по всему, довольно большая работа здесь. Да. Вот, например, у нас пост есть с рекламой кофехаусом. Да, для бизнеса интерес в том, что пользователи, которые находятся недалеко от вашего заведения, с большей вероятностью воспользуются вашим рекламным приложением. То есть, если вы рекомендуете какую-то суперкуперацию даже со скидкой 50% в чертаново, да, а живете вы, например, в хамовниках, вы вряд ли поедете из хамовников в чертаново. То есть, вы живете с рекламой, или нет? Ваш интерес в чем? Наверное, наш. Раз, да, рекламный. Не то, что с ней живем, да, но... Ну, просто цель, так сказать. в принципе, наша цель... То есть, в отличие от предыдущего проекта, это явно какой-то бизнес все-таки. Да, бизнес составляющая предполагается, но при этом нам не хочется делать это перегруженное рекламным проектом, да, нам хочется, чтобы реклама была полезной. Но она органично получилась. Для этого как раз и нужный фильм, это, конечно, большая работа, но контент для человека, к которому это интересно, будет доходить. А то, что неинтересно, не будет его отвлекать. Это очень важно. Это можно на злобе других оперативных. Это как подписка на письма, вам, которые неинтересны, все это не в данном описании писались. А то, что интересно, многие сейчас в Телеграм-чатах. Вот это просто можно делать не через подписки, а на вручилиз подписки. То есть, если вы получаете рекламное приложение, и оно вам неинтересно, это запланировано, тогда еще не надо, что это запланировано. Но, в принципе, это несложно и неинтересно. Это важно, потому что, если меня будет отомлять, я просто не буду пользоваться предложением, не буду дальше. Понятно. Нет, мы очень стараемся, чтобы реклама не была навязчивая, чтобы все было очень органично, чтобы это вообще не воспринималось, как реклама. вот такой очень классный парадный пример, в вашем доме открывается продуктов. Да, возможно, это будет... Нет, это хорошо. Конечно, вот именно, что всем хорошо, не важно, когда будет там... Если кофе не пьем, то стоит начать лить. Но есть, что ли? Нет, ну, в принципе, да, то есть запланировано то, что делать именно отписки от рекламы. Да, только про чинить, вот что давайте встретимся, тут же масса рекламы, ребята, на свободные столики. Да, абсолютно объединить. У меня здесь все примерно вот социальная часть, то есть не оповещение, а вот именно как раз встречи. Насколько большая аудитория приложения у вас сейчас? В Москве у нас установок еще больше 200 тысяч. Есть. Ну, понятно, что это городская улица. Люсамин. А? Люсамин. Отлично, спасибо. Это городская аудитория, не район. То есть если мы эту аудиторию сейчас размажем по старослишним районам в Москве, это будет не очень много. И, соответственно, приложение типа вот, 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 позиционирует себя вот как чертановский, вот, возможно, сейчас уже нет, но в целом, лихомовники, у которых есть строгий фокус на район, да, они в плане организации людей были бы более эффективны. Кстати говоря, вот эта интеграция могла бы быть интересна. Пожалуйста, Путыфий, какое количество уведомлений вы считаете комфортным для пользы? Ну, вы думали вот над этим? Если честно, то мы уведомления сейчас засылаем только по очень каким-то веским поводу. Когда, например, происходит ЧП в метро, да, и мы точно уверены, что, скорее всего, эта штука затронет там абсолютно весь город, потому что если ломается там центральная станция метро, да, парализуются все остальные ветки, да, и там, когда происходит какой-то пожар в районе, да, мы делаем уведомления на район. То есть мы стараемся, чтобы уведомления действительно были людям полезны, чтобы они как-то отражали их сиюминутную ситуацию, чтобы, ну, помогали им принятие тех временных решений. Да, какие-то коммерческие вещи мы, по-моему, вообще не пушим. А в каких-либо данных есть еще приложения на Невайон? И может отличается как-то контекст, как оно используется там, может какие-то локальные новости или какие-то на самом деле активно мы сейчас работаем только в Москве, да, это город, в котором мы базируемся и в котором у нас есть возможность как-то все это лично продвигать. Да, мы есть немножко в Петербурге и сейчас, буквально пару недель назад мы пробуем регионы Моружки-Бурьяновские. Да, пока сложно судить о том, как будет отличаться механика там от московской, но скорее всего она будет похожа. Мы подталкиваем идея сайта. Скажите, а уведомление у вас исключительно в виде вот потока текста или он в виде карты? пуши-либо мнение тоже есть. А? Пуши-либо мнение есть. Нет, а вот на карте ничего не появляется, не двигается? На карте нет. То есть у нас, по-моему, на андроиде у нас была эта функция с карты, но мы ее потом отключили. То есть она пожирает очень много ресурсов, приложения. С ней очень много проблем было проще ее отключить. А с ней свои ресурсы пожирает. Для того, чтобы вызвать карту, для того, чтобы карта адекватно показалась у нас на телефоне, на карте появились посты, это грузить сам смартфон. Самое главное, кажется, это неудобно, потому что я, поскольку изучал нанесение контента поверх карты, очень сложно пользоваться. Ну, у тебя там 10 точек, ты как пользователь, если хочешь посмотреть, ты должен выбирать, а если я не рядом, ну, короче, ужас. А контент имеется ввиду вьюшка, прям полностью... интернет карта, и тебе нужно ввести какие-то пины или чуть больше контента, и интерфейс на это ну... Не, а можешь сделать значки, там какая новость, не знаю, по метро М, по... Это все равно... Потом тебе следующее, что тебе захочется, как пользователя, нажать, ну, чтобы посмотреть подробно, и ты 15 раз, ну, все, на вторую минуту ты потеряешь интерес. Таких много попыток, но, не знаю, я не видел ни о нем хорошей информации. Самое удобное, это списком по актуальности. Это вот только самое удобное. Если больше, что-то удобное, попробуем ее за нами. Так, какие посты у вас самые популярные, самые обсуждаемые? О чем... Что самое популярное? Самое популярное, это дорожные посты. Это когда что-то случается с городским транспортом. Это посты, которые сразу, одновременно затрагивают, ну, относительно большое количество людей. Если брать еще конкретнее, посты про метро. То есть, посты про метро, это всегда хит. Самым обсуждаемым у нас было два поста. Первый пост, это когда сносили ларьки и сносили вот на Тверской пирамиду. У нас посты собирали, там, больше тысячи комментов было, люди очень, там, с первого, обсуждали, все это происходящее, вообще было очень интересно. И второй пост, обсуждаемый, ну, не то, что пост, а тип постов, которые обсуждаются, это обсуждение других людей, что самое интересное, это синдром бабушкиной лавочки, когда кто-то кого-то схватывал, как кто-то другой не так одет, да, и вот тоже начинается обсуждение. И самая яркая из таких постов, это когда две обнаженных девушки загорают на Крымской набережной. на Крымской набережной лавочке. Да, ну, все это. Ну, ты же сам. То есть, люди и дорога. Да. Да, мне все-таки правильно, как-то еще интересно, вот фото, видео. Нет, только фото. да, мы исходим из того, что мы, во-первых, люди, которые пользуются смартфоном, весь этот контент они потребляют в дороге, на ходу. Да, то есть, вам нужен контент, который вы быстро откроете, быстро просмотрите, быстро сможете потребить и побежать дальше. Вы не будете по средней дороге останавливаться, просматривать видео, особенно просматривать видео со звуком. Ну, возможно, в порядке исключения. Но обычно, обычно это фотоконтент. То есть, фотоконтент и потребляется лучше, если мы посмотрим на другие примеры, например, того же Инстаграма или Твиттера, которые пытались вводить видеоформат. Этот формат занимает очень небольшую долю всего контента. То есть, по-прежнему, основная масса публикуемого контента — это фото. И в производстве для пользователя проще снять фото, чем сделать какое-то видео. И то с фото то же постоянно то горизонт заварен, то рассматривает, то еще что-то. А с видео так это вообще был ужас. Поэтому фото намного проще в производстве и быстрее в потреблении. текстовый формат как таковой мы тоже не рассматриваем отдельно от фото по той простой причине, потому что в тексте можно написать абсолютно все, что угодно. Контент начинает терять достоверность. Когда у вас есть фото, которое подтверждает больше и больше доверия к информации. Сейчас еще два вопроса. Понятно, что получается некоторые каналы как информационные, а в обратную сторону вы в социальные сети запихивать не будете? То есть можно ли на вас подписаться в Фейсбуке без возможности комментирования, например, с необходимостью комментирования на вас? Нет. То есть вы можете любой пост расшарить в Фейсбук или ВКонтакте на свою страницу, но мы активно не ведем свои профили. Потому что зачем? Если мы пытаемся сделать свою социальную сеть, то зачем мы пользоваться или решаемым? Да, пользоваться. Пользуются, активно пользуются. Опять же, все зависит от от темы поста, насколько кто-то или иной вызывает резонанс. В целом, да, пользуются очень активно. И последний вопрос. Все-таки есть вопрос, который приходит из Мокчата. Есть ли у вас сообщество, которое может встретиться, локальные лидеры, организация, общие интересы помимо метро и каких-то моментов там? Мы тоже в самом начале пробовали устраивать встречи, пользователи устраивали их тоже. Директивно или посредством локальных людей? Мы просто говорили, что устраиваем встречу, кто хочет приходить. К нам тоже началось все там 15-20 человек, потом были встречи по 30-35 человек. Там в какой-то момент перестало хотеться устраивать встречи. Потому что все это приходилось делать сегодня нашей командой. У нас в команде все очень большие инфроверты, все разработчики, все не любят намек показываться. И в какой-то момент решили, что не любят, давайте не будем все это делать. Получается, что вы это сделали директивно, вы не нашли вокального лидера. Нет, можно делать самостоятельно. Нет. То есть, по сути, сообщество существует только обсуждение. Оффлайн, но никогда в больших количествах. Нет, мы мне же сказали, что по всей Москве в офлайн мы не пытаемся переводить. То есть, нас только устраивает, чтобы происходить другие.